Ложное не приносит человеку покоя. Геронда, может ли помочь человеку молитва других, если, веря своему помыслу, он создал свой собственный мир? Раз он создал свой собственный мир, то что ему за нужда в помощи? Человек создал целый собственный мир. Думаешь, это пустяк? Так, гляди, если кто-то своим помыслом создает свой собственный мир, то думаешь, он имеет покой, чувствует радость? Это ложь. А ложь оставляет человека без извещения. Предположим, кто-то вынужден сказать ложь, чтобы спасти своего ближнего. Он может спасти его даже от смерти, однако ложь при этом не перестает быть половиной греха. Иногда человек с добрым помыслом идет на ложь для того, чтобы помочь в каком-то деле и избежать соблазна. К примеру, в монастырь тайно, чтобы никто не знал, приезжает паломник для того, чтобы поделиться своей семейной проблемой, выговорится. А потом в монастырь приезжает, предположим, его брат и спрашивает, не было ли у вас такого-то? Если сказать ему правду, то получится целая история, потому что его брат будет скомпрометирован. Таким образом, ты вынужден ответить, не знаю. Ведь если ты скажешь ему, что тот приезжал, то дело может дойти даже до рукоприкладства. Хотя сейчас мы ведем речь не о таких случаях, все равно необходимо быть внимательным, потому что если три-четыре раза произойдет что-то подобное, то потихоньку человек может зайти и дальше. Привыкнув использовать ложь без необходимости, он исказит свою совесть. Он дойдет до того, что будет сочинять целые сказки, и при этом его совесть совсем не будет его обличать. Потом такое сочинительство становится настоящей наукой. Как же умеют некоторые люди подгонять одно вранье к другому, отработав это искусство? О, для того, чтобы убедить тебя в чем-то, они могут сочинить целую небылицу. Как-то раз ко мне в Каливу пришел один мой знакомый и одновременно с ним несколько земляков паренька, которому я помогал. У этого несчастного паренька была и голова на плечах, и добрая душа, однако он был лодырем, не хотел работать. Привык слоняться без дела. Четыре года к ряду я бился над тем, чтобы пристроить его к какому-нибудь делу, и в этот раз стал тоже просить его земляков. Постарайтесь пристроить паренька на какую-нибудь работу. Я и раньше старался ему помочь, я даже посылал его к моим знакомым в город Касторию, чтобы он выучился ремеслу с корняка, но он убежал оттуда. Ведь он еще молодой, жалко, если испортится. У него только одна мать, а отец умер. Слыша все это, мой знакомый, пришедший одновременно с людьми, которым я обращался, начал говорить им. Да, мы с отцом Паисием постарались пристроить парня в учение и сделать из него скорняка. А знаете, сколько денег я угрохал на телеграммы, которые посылал в Касторию и тем людям, у которых он учился, чтобы успокоить их после того, как он от них убежал. Ну что там, дело прошлое, о таких вещах лучше помалкивать. Я тогда так и сказал отцу Паисию, «Горбатого могила исправит». Что же он такое несет, подумал я, но выражать своего удивления вслух не стал, чтобы не скомпрометировать этого человека. Подумать только. Впервые в жизни, услышав об этом пареньке, он сочинил целую небылицу о том, как мы вместе с ним заботились о юноше, как, желая ему помочь, пристроили его вскорняки и тому подобное. Он говорил это таким тоном, что даже я стал сомневаться, может быть, это правда. Он говорил вам это в глаза? В глаза, да еще и при других. А что он чувствовал? Что он там чувствовал? Произнося всю эту ложь, он чувствовал в себе некое эгоистическое удовлетворение, однако потом испытывал терзание. Думаешь, он имел в себе мир? А когда человек рассказывает о каком-то событии, его немного преувеличивает, да, немножко поливает его соусом, он делает это от тщеславия? Ну от чего же еще? Человек говорит о чем-то с преувеличением от тщеславия, от эгоизма. А что поможет такому человеку исправиться? Он должен прекратить врать. Он должен знать, что ложь, даже имея смягчающее вину обстоятельства, не прекращает быть половиной греха. Еронда. А может ли происходить следующее? Нам дают что-то, протягивая руку помощи, а мы считаем, что нам дали это, потому что мы были этого достойны. Смотри, если я скажу тебе, ты, сестра, можешь достичь меры своей святой. То, услышав эти слова, ты можешь ненадолго расплыться в глупой улыбке. Однако внутреннего покоя иметь не будешь. Ложное не приносит человеку покоя. Как не имеет в себе покоя и тот несправедливый человек, который, обижая других, говорит, это мое. Посмотри, турки взяли Константинополь уже столько лет назад. Однако, глядя на приезжающих Константинополь греков, турки чувствуют, что захватили чужое и смотрят так, словно вернулся хозяин. А ведь они, турки, и прошло уже столько лет.